здравствуйте дорогие подписчики зрители нашего канала с вами я мороз алексей компания кровь монтаж за моей спиной находится очередной наш объект на котором предстоит нам сделать замечательную крышу мансардного типа кровля здесь в принципе не сложно если не считать восьмигранный эркер по сути здесь двускатная кровля разноуровневая в один скат кровли врезается восьмигранный эркер вот здесь основная будет трудность нам нужно утеплить кровлю толщиной 250 миллиметров сделать водостоки подшивка карнизных свесов белым пластиковым софитом я на самой верхней точке этой кровли восьмигранный эркер это крышу построили еще осенью она прозимовала в таком виде планировалось здесь по проекту битумная черепица покрыта все листами уэсби и подкладочным ковром для битумной черепицы но заказчик как часто бывает подумал походил за зиму и решил не нравится мне битумная черепица хочу цементно-песчаную вот и все вот прям не могу хочу но это право заказчика наше дело исполнять то что он хочет не нарушая технологии это самое главное все эти приготовления для битумной черепицы мы демонтируем напрочь листы узбин не нужны подкладочный ковер не нужен цементно-песчаная черепица монтируется на бруски второй момент в местах где восьмигранный эркер врезается в двускатную крышу вот именно в этот скат появилась такая зона сдвоенная яндовая маленький наклон около 10 градусов здесь будет скорее всего залежи снега для битумной черепицы это нормально она бы выдержала но цементно-песчаная нет здесь скапливаться будет глыбы снега водичка будет подтаивать упираться в эти глыбы и будет течь поэтому кровлю в этом месте мы будем комбинировать с фальцевой кровли именно вот этот узел мы сделаем фальцевым способом фальц снимет эту проблему протечек не будет вот здесь мы уже начали демонтаж я как раз примерно стал по центру ската где-то он 7 метров прям вибрирует туда-сюда где-то сантиметра два для цемента песчаной черепицы это не пройдет недопустимо здесь мы будем усиливать кровлю сейчас покажу как я прыгал снаружи буквально вот в этом месте в этой зоне посередине этой балки эту двускатную крышу нам надо усиливать однозначно ригелями перевычками спаренными соединение шпилька гайка сделаем перемычку в виде фермы на каждой паре стропил это значительно усилить стропила цементно-песчаная черепица материал тяжелый стопильную систему нужно как следует подготавливать усиливать мы это умеем привезли комплектующие для цементно-песчаной черепицы яндовые доборники карнизные планки аэроэлемент свеса и все прочие мелочи скачи брусок опять же а сама черепица подъедет на манипуляторе вот приехала фура манипулятора с цементно-песчаной черепицей и производим разгрузку вес каждого поддона 1100 килограмм манипулятор приехал с прицепом и проблема ему сюда заехать поэтому он отцепил прицеп заехал сам сюда разгрузится потом перегрузить прицеп и заново разгрузится вот такая катавасия а а а и и что мы сделали усилили двойными ригелями спаренными виде ферм еще сделали подпорки подпирающая стропила мы разбили скат кровли на две части форме буквы а подпирает с этой стороны и с противоположной здесь будет детская комната жилая тоже усиливали здесь ригелями мы заказчиком согласовали высоту потолка с учетом того что здесь будет заливаться полы вырастут на сантиметров 10 здесь будет теплый пол в этой детской сейчас просто светло потому что гидроизоляция скрыта на самом деле здесь нет вообще окон когда мы здесь естественно утеплим сделаем кровлю здесь станет сразу же темно поэтому мы здесь будем вставлять два мансардных окна одно на этом скате другое на том скате будем формировать проем одну балку нам придется вырезать усиливать сейчас мы демонтируем естественно гидроизоляцию старую кто планировал или дело это крышу вентиляция видимо планировалась таким образом стропили на 50 на 200 видите путем уменьшения вот с торца планировали здесь вентиляцию но заглушили здесь лобовой доской мы уже фанеру отсюда сняли а здесь заглушено полностью ни капельника конденсата не вентиляции ничего нет заказчик вовремя расстался с этими ребятами потому что ближайший отопительный сезон я бы приехал сюда на диагностику конденсат течет кровлей мне бы пришлось расстроить заказчик вот сейчас идет у нас что называется ошибка проектировщика одно и единственное окно на этом объекте подшивка у нас софитов идет горизонтально относительно земли и здесь если вот так проводить подшивку то она попадет буквально съезд сантиметров 15 окна мы согласовали это с заказчиком показали ему эту ситуацию он сам в шоке как это может быть начали копаться в чертежах но уже что сделано то сделано приняли такое единственное решение здесь как бы прервать прямой карниз сделать такую как бы нишу из подшивки благо это сторона как бы к соседу но посмотрим что из этого выйдет это было единственное техническое решение иначе никак из-за одного окна менять угол подшивки на всем большом доме тоже не вариант только так чтобы результат был наилучший необходим постоянный контроль а особенно скрытых работ ведь то что на виду это и так понятно это не уйдет от вашего взора и вы это всегда сможете проконтролировать а вот скрытые работы нужно контролировать в процессе пойдемте посмотрим идет процесс утепления мансардной кровли это важная часть потому что как бы не было нарисовано красиво на чертеже схематично 250 утепления но реально все зависит от рук мастеров кто это делает можно просто набросать этот утеплитель в пять слоев у кое-как и это не будет работать здесь у нас балки 50 на 200 наращиваем брусок 50 миллиметров для того чтобы увеличить толщину утепления чтобы в суммарно у нас было 250 миллиметров по нашему региону московскому по теплорасчету именно так 250 миллиметров утеплять нужно в шахматном порядке не оставляя мостиков холода вот здесь спаренный ригель обязательно сюда между двумя досками тоже заполнять утеплитель все тщательно вот практически утеплена уже кровля появились контуры мансардной кровли до этого было когда балки стропил но непонятно когда появилась паразеляция с утеплителем ощущается полнота высоты потолков для того чтобы не образовывался конденсат на мансарде важно чтобы тепло не попадало в утеплитель в кровельный пирог и обязательно стыки все пароизоляции сопряжение стыки нужно проклеивать этот скотч проклеивает нахлёст пленки а вот этот клей универсальный он проклеивает к стене можно клеить его и к дереву к кирпичу газоблок к чему угодно подшиваем карнизы кровли мы пластиковым софитом с перфорацией со стороны фронтона будем отделывать металлом будем гнуть по месту на листогибе белого цвета металл и закрывать фронтонную часть если вы решили делать софит из пластика то только белого цвета я не раз это говорил еще раз повторю цветной софит пластиковый он выгорает любой даже водосточная система там коричневая зеленая она выгорает если пластик то только белый цвет с нынешними ценами на металл заказчик решил сэкономить и сделал выбор на пластиковый софит белого цвета ультрафиолет вообще на все воздействует чтоб ты знал просто в той или иной степени и на металл и металл выгорает на солнце а пластиковый софит тем паче спасибо ну ты это заходи если что что как а Продолжение следует...